здравствуйте дорогие зрители в студии александр артемов бобер и мы начинаем шоу дайджест бобер ты взял себе же свеча лет мне его навязали это редакционное задание я познаю все аспекты туалетного гейминга и очень серьезно подхожу как настоящий журналист к этому заданию ты кстати не журналист а журналисты потому что сегодня наша любимая рубрика бобер лежит а что он будет лизать я расскажу это новая игра марио party супер stars которую мы сегодня будем стримить а уж наверняка 3 этот посмотрели вот такой вот чудесный картридж ну давай оценим насколько он я подумал что да нет они вообще перестали быть горьками бедные дети они сожрут может это все уже мифы кажется это мимо и творчество что картриджи горький так у нас еще один картридж это майнкрафт данженс ультимейт эдишен уж он то не подведет кстати пока александр распаковывает несмотря на то что майнкрафт и непонятно что это неплохой диабло клон причем вы сможете всегда поиграть его со своим ребенком а сейчас вы узнаете какой на вкус точнее бобер узнать ребенку можно ли давать его ребенку да можно ребенку дал бы слушай а он на более горький чем майнкрафт горче чем ну это понятно эта игра видишь 0 плюс а здесь смотри 7 плюс так что вот чем вы старше чем горче жить так вот значит это была рубрика журналист бобер а мы продолжаем так кстати ты про лет вот начал говорить что тебе понравилось туалетный геймик все такое не только тебе одному потому что например сейчас свободной продажи найти а лет пока не в магазинах очень сложно где-то гать немножко есть вальдорадо где-то там еще но в принципе все раскупили и в розницу может уже где-то осталось если кто-то хотел брать надо на нового года лучше прямо этим озаботиться сейчас спасибо дорогой редакции за моё счастливое туалетные детства с солидом бумажки не забудь взять с собой а то слезы вытирать радости нечь также неплохо покупают и новый metroid dread который ты лизал в прошлый раз а кстати я сегодня в первый раз проехал станцию метро и края в metroid айди в метро на оледи ты победил босса скорпиона нет я до него не дошел потому что к сожалению я потому что козуал и очень быстро как у меня не хватает времени чтобы дойти до него главный дел это в метро в общем коллекционку этой игры metroid dread сейчас практически не купить точнее в россию просто нет но мы нашли один экземплярщик и подарили его максиму голополосову из программу майста о май гад о май гад это же тот самый максим плюс сто пятьсот небольшой фрагмент из этого видео вы сейчас увидите во первых поставят почему нельзя просто вот я сижу такой играю дома да вот я играю а потом мне нужно уехать куда-нибудь а вдруг я уже на отдых или я еду на работу там или куда-нибудь еще и а и пока вот я еду я уже мог бы поиграть почему кто-нибудь не сделает так чтобы я мог играть и дома и и ну и вот они сделали а большое интервью смотрите с максим у нас на канале в ближайшее время вот в ноябре точно будет очень хорошо рассказал и по метроид и по друге игры нинтендо в общем сами все видите максим классный если это видео наберет 700 комментариев то мы пригласим максима постримить он сказал что придет но только если будет 700 комментариев да это он сказал что пойдет кстати но может и придет в общем метроид дред хорошо свеча лет не купить а вы смотрим новый выпуск дайджести и в комментариях нам пишут еще что спрашивают где алиса где алиса бобер где алиса не играет сегодня она не играет как раз в марио party марио party до сегодня ну как бы для вас уже это было позавчера а для нас сегодня сегодня у нас 29 пред хэллоуинские для меня особенно это праздничные зли поздравьте его с днем рождения вот пластинку мы поставили и начинаем что там еще вышла fatal frame maiden of black water дело слышу дева черной воды выходила раньше на view а теперь вода баллась до свечи до пк и до консоли кстати на пк у игры большие проблемы игроки жалуются плохую оптимизацию зависание торможение звук плохой и не поддерживается мышь серьезно контроля да ребята ну мы на свече тоже пытаемся сделать обзор она там стоит потому что только в цифре игра продается у нас в регионе ты 3 600 значит в е-шопе стоит мы пытаемся сделать обзор а на карты же азиаточка будет за 4 600 но только ноябре бобер ты бы взял себе азиаточку деву черной воды за 4 600 ох с огнем играешь у меня жена смотрит эти новости так что давай следующий вопрос огнем не надо гнуть вышла еще карточная игра voice of cards the i'll dragon roar обзор тоже наскоро будет эта карточная игра с rpg элементами от создателя дракенгард и нир йоко таро поэтому точно безумно закрученный сюжет я очень заинтриговался он во-первых потому что дракенгард и мир скажи правильно нет нужно устроить конкурс творческий кто вот а в комментариях пишите нет голосовые хорошо пусть они нам в группу присылают в контакте так что будешь брать сша я очень заинтригован и хочу действительно попробовать и к таро он такой прямо андеграунд андеграунд но с хорошей точки зрения мне очень понравился мир вот пересдали мир репликант к сожалению там нет русского языка да я пока его немножечко торможу хотя немножко побегал на пк но возможно вот на свече побегу я тебе лучше сказать посмотри сначала наш обзор а потом решишь брать или нет но я знаю что каждый любишь у тебя там свой канал по magic the gathering так что тебе зайдет но понятия не имею о чем он друзья а вот а вы смотрите наш обзор будет на следующей неделе точнее на этой еще по релизам вроде бы все основной взяли если что-то не взяли туалис потом да расскажет самое время бахнуть пельменей шутка intel показала новые процессоры чу скажешь процессоры хорошие да хрен с ним короче но на свече от nvidia процесса поэтому неважно видеокад не купишь не купишь вот жесткие диски подорожали материнку надо подойти процессоры новую ну зачем это тратится если можно купить свитч полет нельзя купить нельзя на самом деле от интела я больше жду как раз их видеокарт потому что что-то интересное они там мутят интересно будет смотреть я думаю что третий игрок на рынке видеокарт всегда будет полезным и конкуренции новом свече неожиданно окажется процессор и видеокарта от intel мы будем только рады но это значит что все другие гиги будут несовместимы фейсбук сменил имя и теперь называется мета но не сеть а компания фейсбук что я могу сказать время варить мету или что это очень странное решение это больше мне пока напоминает эти странные переименования сбера нашего банда я не знаю но может быть у этого есть какой-то хитрый план и всегда как хитрый план есть эти скажу какой во время того как после переименования точнее фейсбук в мету инвесторы перепутать название компании и подняли на 26 процентов акции производителя керамика пластмассы производителя мета мета материал вот то есть видишь кого-то вывезли акции кому-то хорошо вот может в этом и был план да пёс с ними потому что вообще не фейсбука не меты на свече нет а что вот интересно нашим зрителям так это то что в двадцать втором году на свеч выйдут сразу две игры из серии томрайдер только не те где мы смотрим на лару сзади там были немножечко так сбоку и видим ее все фигуры полигональной а другие где вид сверху который называется guardians of light и temple of a series такие где видишь к сверху и они там бегают вдвоем чего-то там головоломки решать тот говорит что они хорошие но лично если нельзя посмотреть на фигуристые места то нужен ли такой томрайдер считай что я недостаточно фигуристый затылок я считаю нужно сделать трилогию сделать еще игру battle for the boobs чтобы она называлась как и все пацаны и вот тогда выпускать на свеч трилогию есть прекрасно никому не нужна лара гроф так назовем трилогию еще в ноябре появится игра десдорф это рогалик про птичьи разборки как раз для твоих попугаев бобер очень интересно очень интересно смогут это и попугай тебя забороть нужно провести и журналистское расследование будешь брать игру десдорф на свеч надо придумать какой-то смешной ответ но мне не хватает на это потому что ты не смешной стоишь тут и своим грустным лицом вселяешь меня неуверенность я вспоминаю каракал я знаю чем тебе каракалов на кипре в этом зоопарке были прекрасны каракалы ну ты взял анализ каракалов прекрасные шут друзья поаплодируйте в комментариях за эту шутку александру я сейчас тебя порадую смотри объявили что в две тысячи двадцать третьем году выйдет игра по аниме гриндайзер смотрел же в детстве конечно мы должны сделать небольшой на канале дважды два показывали на я позже больше любил макрон один вот я бы шли был макро ваде где пили мама ясно для девочек смотри ой все вот главное что наш александр который полочку держит тоже чем ты спалил что это александр у нас мы четыре года скрывали это у нас все только александр работа и алиса и еще пашей и василий вообще-то рода много на рабочий ждем а вот чего мы не очень ждем точнее может быть и очень но никогда не понятно когда получим это ремастер принца персии от индийской студии юбисофт индийского офиса юбисофт ее перенесли тоже на 23 год и больше он на свитч даже еще пока не анонсировано но скорее все будет но я подумал вот о чем может быть новый принц персии родственникам леона кеннеди из грядущего вот фильма президент ивл они там очень похожи две фото покажи где леон кеннеди и принц персии вот мне кажется они братья-блюдницы слушай ну может и хорошо что перенесли потому что во первых прецедент хороший они показали такое отборное г что люди настолько завайнили что они даже побоялись экономических последствий и вот видишь послали его на переработку там было что-то вообще невменяемое как это вообще что индусы плохо работают я считаю что индусы прекрасно работает но индусы делают именно то что им говорят из головного офиса юбисофт и я уверен индусы бы не сделали такое г если бы какой-нибудь цисгендерный белый юбисофтовский угнетатель не сказал им делать такое говно так они сделали ничего нет игры мы про что говорим они выпускали какую-то херню но она была очень мультяшный я не выпустили показали трейлеры да ну вы показали трейлера потом и отправили на доработку и поняли что надо работать получше в общем принц персии 20 год не раньше а вот что мы ждем ну вот лично я очень жду это шин мигами тэнсей 5 вышел новый трейлер крутой там показан пост-апокалиптический токио и разборки в районе на хобби на хобби на хобби на хобби на даму эту шутку я уже заказал себе коллекционку мы с пашей обязательно постримим игру когда она выйдет и снимите отвратительный анпакинг друзья будет анпакинг будет специально еще сюжет посвященный шин мигами тэнсей и обзор конечно же компания зигурат интерактив объявила что на свитч 11 ноября выйдет игра american hero слышал про такое да слышал интересно будет посмотреть вот это игра с фу-мошен видео то есть там вместо полигональных моделей живые актеры подаиграют они очень деревянно как будто это взяли людей с улицы и заставили что-то изображать русского порно да там есть элементы взрослых фильмов какие-то но написано что это суровый ориентируемого взрослых боевик с насилием и эротикой а также возвращение голливудского актера тимати боттамса в роли джека с недавно записанным закадровым голосом видимо не перезаписали озвучку оставили его старым в общем когда вы только в цифре 11 числа и кто еще после этого посмеет сказать что на свитч только игры для детей тот 11 ноября должен пойти эту игру купить и ткнуться в нее носом вот так рубрика вопрос от бобра что там по свитч онлайн у свитч онлайн у нас уже люди разбирают его будет скоро обзор кстати об этом тоже скажу как у нас обзоры будут ноябре разберем как работает свитч онлайн больше интересно что за война поднялся из-за эмуляции нинтендо вот это мы все разберем отдельное видео расскажем и покажем я искал баги я не нашел ну все расскажем все покажем значит что у нас будет ноябре в ноябре мы сделаем подборочку главных игр этой осени зимы и даже немножечко следующего года заскочим расскажем будет роль как у ты героинях в играх нинтендо будет специальный выпуск влога про метроид с максим 100 500 и нашим американским другом романом будет обзоры собственно марио пати вот этого всего будет и а к сожалению выпуск про эмуляторы переехал на ноябрь в октябре не выйдет ноябре выпустим про эмуляторы и ксеноблэйт коллеку старую часть тоже ну потому что много всего не успеваем извините у нас еще стримы вот бобер носится да мы почему ты забыла самое главное сказать это что стрим марафон стримки стримки пепы на 24 часа от александра лима обещая людям алиса же получила ключи и делает обзор а ты должен по стриме 24 часа плюс чат если хотите чтобы александр по стриме 24 часа какой чат у нас нет чат у нас комментарии внизу на ютубе и кстати в комментариях на ютубе я предлагаю разыграть вот это вот брелок для ключей king's bounty 2 который нам прислали если кому-то нужен такой брелок для ключей напиши просто в комментариях почему бобер унылый если точнее не унылый душа бобер душный а я унылый также правильное свидетельство роли да напишите в комментариях почему я унылый а бобер душный и у кого будет лучший комментарий мы выберем и вручим ему брелок для ключей до следующего выпуска ребята у вас есть целая неделя распространяйте среди жестов вашего жека ссылку на это видео и будет вам счастье а мы разыграем в следующем видео с бобром партию в преферанс вот я нашел ключ от каламбурочной так ну ладно вроде все пусть все мы все пойдем праздновать день рождения выпьем по рюмочке чая давай закончим также музыкой хорошей с бергамотом ребята специально для тех кто пишет про музыку единой т2 и уходим в закат да потому что полетали и только норовят сесть на дерево закинуть ножки на шею и потом сидеть погонять что так неплохо медленно делаешь хорошо классика а не то что ваш новомодный как у вас замыкнул на дабстель дабстель